Да, нам есть чему поучиться у папуасов, да, Владислав Александрович? В музыке точно. Да, потому что мы, мы с уважением относимся к культурам других народов, правильно? А не считаем их ниже своей, обязательно, априори, правильно? Вот. И у нас есть специальные исследователи, которых мы засылаем туда, чтобы они вернулись с этими хорошими местами. Что значит засылаем? Ну ладно, они думают, что они сами едут, хорошо. Да, Николай Николаевич Миклуха-Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Техоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Института Востоковедения Российской Академии Наук, основатель, директор фонда имени Миклуха-Маклай. Николай Николаевич, рад нашей новой встрече. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я был бы не прочь, если бы вы решили меня заслать еще раз. Потому что, возможно, возможность еще раз встретиться с моими дорогими папуасами и папуоново-гвинейцами, узнать и привести интересные новости. И потом с вами вместе на маяке это все дело рассказать. Я считаю, что хорошая идея, как вы думаете? Берем в разработку, берем в разработку, конечно, берем в разработку, да. Николай Николаевич, ну вот сегодня у нас хорошая тема тоже, так же, как и предыдущая, роль мужчины в папуоново-гвинее. Кстати говоря, в качестве эпиграфа могу использовать, так сказать, в вольном пересказе заявление уважаемого председателя Государственной Думы, товарища Володина, да, который вот вчера облетела все соцсети, эта запись на заседании, указал своим товарищам по Думе, что вот у нас названия такие, материнство и детство. А где отцы? Поставил он вопрос, товарищ Володин, да. Вот, и мы, соответственно, тоже как-то обомлели все вместе с ним и с теми, кто был в зале, да. А действительно, почему это мы разделяем, как говорится, людей на тех, на других? Вот, и вот опять же, хочется посмотреть, как вот мужчина себя чувствует в папуоново-гвинее, понимаешь? Ну, кстати, хорошая идея, действительно, вспоминать о мужчинах. И женщинам, я думаю, даже будет полегче и попроще, если они будут разделять свои обязанности и все на себя брать. Но в папуоново-гвинее ситуация следующая. Дело в том, что если мы будем говорить о, кстати говоря, наследовании, что немаловажно, да, то есть фактически при продолжении рода существует определенное наследование различных богатств, да, соответственно, от каждой семьи. Вот в папуоново-гвинее, поскольку там достаточно много групп и кланов, в том числе и на островах Новой Британии, например, на Новой Британии, там в основном именно все наследство передается по женщинам, а в других регионах по мужчинам. Но при этом роль мужчины именно самого, как действительно главы, без которого невозможно, соответственно, ни строительство хижины, ни обустройство хозяйства, ни определенной защиты своих же владений, потому что достаточно важно в папуоново-гвинее, как вся земля, она принадлежит кланам. То есть там нет, скажем так, свободных мест для того, чтобы можно было сказать, что это земля ничья. Роль мужчины в этом случае достаточно велика, потому что, разумеется, все конфликты, которые раньше происходили, они в основном происходили именно на этой почве. И, соответственно, мужчина, как защитник и как глава, был обязан иметь определенные навыки, передавать их своим детям. Женщины это, несмотря на то, что в некоторых местах передавали, соответственно, свои богатства по женской линии, прекрасно это понимали и все время только поддерживали именно вот этот вот устой, который в папуоново-гвинее до сих пор сохранился. Кстати, мы должны понимать, почему он... Если мы системно посмотрим на проблему, да, то есть, значит, дефицит земли мобилизует мужчину, да, а вот у нас, получается, мужчина на бескрайних просторах, он как-то, так сказать, расслабился, да, получается так вот, если сравнивать-то с папуасами. Если мы переезжаем в города, мы, конечно же, теряем и традиции, и определенные равенства и обязанности, точнее, полов, которые предусмотрены и самой природой, да, силой больше у мужчины, да, силой больше другой, может быть, у женщины. Они, конечно же, стираются, вот эти все технологии, наша глобализация, она уходит. Поэтому, разумеется, в странах, где превалирует сельское хозяйство, где, как в папуоново-гвинее, 87% практически живущих в деревнях. Кстати, обязан обратить внимание, что в Российской империи к 13-му году именно такое же количество людей проживало именно в сельской местности, несмотря на то, что Россия всегда считалась страной городов. Даже и в 13-м, и в 14-м, и в 15-м веках это всегда было страной городов, и поэтому мы немножко отличались. Так вот, если говорить о папуоново-гвинее, там это действительно, если мы говорим о землях, то находясь на земле, это есть необходимость определенная, без мужчины, скажем так, никуда. Как вы помните, да, если мы приезжаем в папуоново-гвинее без свиней никуда, так вот здесь, потому что нужно давать в подарок, да, если ты уважаешь их, а здесь без мужчины. Ну, а как же? Его роль достаточно важная. Во-первых, хижины, которые они строят, они в течение 3-5 лет приходят негодно. То есть их нужно или перестраивать, или прикладывать к крышу. Работа достаточно тяжелая, и это невозможно сделать без мужчины. Николай Николаевич, а если вот вы используете выражение «роль мужчины», да, вот я, как бы, так сказать, формально придерусь к этому слову, эта роль, ну, в принципе, у самих мужчин вызывает, ну, например, желание соскочить с роли, да, вот, как бы взять другую, либо он чувствует радость от этого, либо это как бы, ну, я не знаю, как смотреть, как пить, как дышать, это, соответственно, не обсуждается. Это не, так сказать, люди не занимаются размышлением о том, хороша эта роль или плоха. Это данность, с которой вообще никто не спорит. Вот так оно и все делают, и я делаю. Нет, нет никакой протеста личности, например, не очень приспособленной к этим занятиям. Нету там? Протеста абсолютного нет, и вы абсолютно правы, что это действительно естественная часть продолжения, продолжения тех традиций, которые существуют. Разумеется, они могут немножко корректироваться, меняться в связи с получением определенных благ, там, ряда инфраструктуры, когда женщина тоже может выйти на ту работу, да, в том же самом городе, которая не предусмотрена, ну, которая раньше не была предусмотрена определенными традициями, необходимо было следить только за хозяйством. Но, несмотря на это, мужчина является, безусловно, главой, и к этому уважение достаточно серьезное. Есть, безусловно, моменты, которые пытаются за счет изменения взгляда на равенство и традиции поменять эту роль, то есть объяснить женщинам, что существуют абсолютно те же самые равные права. Но равные права не говорят о не той же важной роли в семье, в хозяйстве, в жизни мужчины, которые, в первую очередь, берут на себя ответственность за, соответственно, свой клан и свое жилище. Да, Николай Иванович, а вот смотрите, у нас это слово, оно уже вот прям в печенках сидит, да, вот это слово «взять ответственность», да, вот сколько женщин, столько трактовок у нас этого понятия, да, что такое «взять ответственность», значит, что он, вот они так пафосно закатывают глаза, говорят «ответственность», рождается какая-то немножко картина такая странная, что это какой-то как будто папаша такой вот приходит из нее, там ей уже 45, а он все равно за нее как за девочку маленькую недееспособную берет ответственность. Она, например, бокал разбила, он, так сказать, склеил, она, так сказать, машину обдолбанула об другую, а он «разбирайся», ну, то есть, как бы вот такой нянь такой, усатый, волосатый, вот, за нее, за взрослую женщину, которой есть права избираться и быть избранной, ну и так далее, да, вот. А у них, у пупуасов, вот ответственность, вот это вот по факту, в чем она? Смотрите, дело в том, что если мы говорим об ответственности за семью, то в ответственности за семью существует распределение обязанностей. Распределение обязанностей, несмотря на это, в том же, в той же самой пупуасской, русской семье всегда было абсолютно четкое. Когда некоторые пытаются подменить эти обязанности или забыть, и сыграть на том, что мужчины некоторые забыли, что именно женщины носили тяжелые коромысла с водой, а не мужчины таскали воду, это был позор для любого мальчика, который жил и в деревенской семье русской, так и в деревенской семье папуасской, что невозможно, так же, как и постирать белье, привезти хозяйство, готовить. Это все является обязанностью. Так вот, в ответственности мужчины также следите за тем, чтобы женщину, которую избирает ее мальчик, его, соответственно, сын, была подготовлена ко всему этому. Женщина, которая к этому не готова, и закатывает глаза от того, что разбила стакан, извините, пожалуйста, пусть идет на подготовку к маме. Ее просто, извините, не брали в качестве супруги. Кому нужна такая? Вот это очень хорошее замечание. Так, Николай Николаевич, ну, то есть, ответственность берет человек, но в рамках своих обязанностей, правильно? Не за всех сразу, то есть, не такой, как говорится, полуцарь, а вот просто приступает к своим обязанностям в этом доме. Да, вот этот дом... Ответственность за то, чтобы, наверное... Ну, короче, короче, он ответ... Давайте так, он не отлынивает от своей роли, правильно? Вот в чем его ответственность. Не за всех подтирает, а, соответственно, от своего. Он не отлынивает от своей и следит за тем, чтобы и супруга его выполняла свои обязанности. О, надзиратель. Слушайте, а это интересная функция, кстати говоря, очень интересная. Вот ее нам не хватает, чтобы можно было подойти и сказать... Это голова семьи. Да, ты не так вытерла пыль. Вот так подойти и сказать сзади так, переделай. Это хорошо, это доставляет морально удовольствие от семейной жизни. Лев Николаевич Толстой, который был другом по переписке с Николаем Николаевичем Кухомаклаем, в своей семье своей супруге запрещал брать кормилиц. К чему она очень сильно внутренне противилась, потому что дети появлялись практически каждый год. И кормить грудью – это достаточно серьезная, иногда бывает тяжелая процедура, когда это происходит ежегодно, без перерыва. Но, несмотря на свое недовольствие этому, она подчинялась тому, что говорил Лев Николаевич Толстой. При этом, когда они сидели за столом, она сидела во главе. Да, ремарка. Вам же скажут, но это же граф, это же Лев Толстой, он же настоящий мужчина. Ему хочется подчиняться. А ты кто такой? Ну, сначала надо стать супругой, наверное, Льва Николаевича Толстого, чтобы такие вещи заявлять. А если нет, ну, как бы, наверное, твой самый избранный. Если ты его избрал, это самый хороший и дорогой. Тебе же он и Лев Толстой, и тот, кто может быть и назван тем, как ты хочешь. Так вот, сидели за столом, и что там они, как бы, прервал на полосу. И при этом супруга-то была во главе стола. То есть, мы должны понимать, что она была во главе хозяйства. Она руководила определенным хозяйством. Но решение окончательное и по важным вопросам все равно принимал мужчина. В этом обуславливается ситуация роли главы семьи. Когда, безусловно, он отдает определенное право женщине исполнять те функции руководства, безусловно, которые у них лучше получаются. Для того, чтобы их семья, в общем, соответственно, храня традиции, продолжалась. Но очень важная фраза прозвучала от Николая Николаевича Миклуха Маклая, что мужчина ответственен в том, что делает полностью свою работу и контролирует, как ее делают остальные. Племя незнакомое. Дорогие друзья, с нами Николай Николаевич Миклух Маклая, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, естественно, исследователь Южно-Тихоокеанского региона. Сегодня мы говорим о роли мужчины в Попоя-Новой Гвинее, то есть в максимально классическом обществе человеческом. Мы уже поговорили об ответственности. Николай Николаевич, а вот что у них там у мужчин с выходными днями, с отдыхом, отпуск? Может, у них есть от семейных забот? И вы знаете, к нашим мужчинам очень большие претензии, что вот он пришел, подлец, лег у телевизора, лежит, ему хорошо, а всем вокруг от этого плохо. Как вот попуасские мужчины отдыхают? Ну, как не полежать, во-первых, а безусловно. И после охоты, да или после каких-либо дел, каждый вечер происходит так называемый ток-ток. Это разговор, который происходит на веранде, в основном хижине, и на эту веранду женщины не допускаются. Сидят мужчины, общаются, но туда не могут быть приглашены. Ни женщины, ни дети не могут зайти без согласования и без разрешения. Ну, дети вообще, в принципе, не заходят туда. И в этом плане мужчина, безусловно, традиционно имеет право полежать на диване, но, я думаю, так же, как и женщины, в конце концов. Безусловно, женщины все разные. Умные женщины, безусловно, ценят того человека, которого они выбирают. Иначе, если они выбрали того, кого они пилят, соответственно, проблемы какие-то с ними. Поэтому, в принципе, об этом можно говорить, что в любом обществе существует. Но традиционно для сохранения именно развития семьи, развития семейных ценностей, ну, и самое главное, развития и сохранения этих традиций, которые, ну, фактически позволили нашему обществу выжить, безусловно, роль мужчины, она в ответственности той, о которой мы с вами говорили. Распределение обязанностей, оно естественным образом идет. А решение окончательное принимает, конечно, мужчина. И вот в этом ответственность. То, что он понимает, куда, если вдруг что-то происходит, нужно укрыть свою семью, куда они переезжают, чем они занимаются, и каким образом происходит дальнейшее развитие их будущего. Николай Николаевич, а существует ли у пупуасов, вот, в Новой Гвинеи, значит, соответственно, нечто вроде военной службы, то есть как-то коллективное противостояние какой-то внешней угрозе? Должен ли мужчина, ну, вот, так сказать, мобилизоваться в случае чего? Как у них вот в этом смысле дела обстоят? У них, ну, мы должны понять, что все войны, которые происходят вообще в океане, да, в океане не было тех войн, которых можно назвать действительно серьезными. А те мелкие стычки, которые могут происходить между кланом, они именно, кстати говоря, и подтверждение того, что мужчины иногда действительно борются за интересы своего клана, своей семьи. Такое бывает. Вы помните наши кулачные бои, да, которые позволяли мужчинам выпустить определенные пары, более спокойным образом реагировать. Но такие же бои бывали и происходили и в наших деревнях, когда кто-то чем-то был недоволен и отстаивал правду. Есть очень важный момент, что лидер клана, который избирается и который выбирается, да, соответственно, он как раз следит за тем, чтобы вот эти вот подобные стычки все равно пришли к миру. Не поверите, но после того, как у них происходят какие-либо, как мы сказали, стычки, да, соответственно, обязательно... В нашем общине, да? Как это, разкачу? Почему нет? В основном мачете они используют, конечно же. Вот, это как нож, да. Да, он более такой, без него никуда. Вот, то обязательно они должны прийти к миру. То есть не доходит до той войны, которая, в конце концов, развивается. Но навыки именно мужчины как воина, они обязательно развиваются с самого детства. Определенные моменты во время охоты и во время танца, когда они демонстрируют определенную силу свою и умение обращаться с копьем, с луком, это безусловно. А сейчас, вы не поверите, и с рогаткой великолепно. То есть рогаткой, которую, вы помните, использовали. Да, они спокойно птицу 50-60 метров от себя за один раз попадают. Из рогатки птицу? Из рогатки птицу. Дети просто моментально обивают. Удивительно. Сколько времени мы потратили зря, да, вот, в принципе, могли бы делом заниматься в детстве. Вот, столько бы... Но, вы знаете, я вам должен сказать, что я... Дети принести. Я собрал некоторую коллекцию рогаток, и на это меня подстегнула рогатка, которую я нашел у своего отца. Ему 82 года сейчас, он 40-го года. И эту рогатку я у него нашел. Он сказал, да, мы, конечно же, а куда мы еще по птицам? Ловили, всякое бывало. Но я не спрашивал, ели они их или нет в итоге. Вот. Но проказничали. Наши друзья-папуасы используют все в еду, потому что, если это элемент определенной охоты, и если ты причиняешь какой-то вред животному, то, соответственно, это должно быть обосновано. Для чего это? Или для того, чтобы поймать дичь, или же, соответственно, пожалуйста, не стреляй просто так. Достал нож, бей. Мальчика поспит. Мы помним классику нашего кинематографа, да. Николай Николаевич, ну и, в общем-то, есть ли среди мужчин, так сказать, какая-то кооперация вместе? То есть они, как бы, делают какие-то вещи сообща, как, например, в русской общине, да, дореволюционной? Или, в принципе, вот один дом, один мужчина, один хозяин, и все, тяни лямку сам? Нет, конечно же, общаются и сообщества мужчин, безусловно, есть. Как я сказал, что она немножечко отделяется от женщин в период обсуждений, в период решений каких-то вопросов, что будет дальше. Женщины не приглашаются для этих вопросов. Однако, безусловно, женщины, они всегда имеют влияние. И мы сами прекрасно знаем, что умная женщина, она всегда сможет подсказать мужчине или каким-то образом направить. Но окончательное решение происходит среди мужчин. В этом-то и есть ответственность, в этом-то и есть их роль. Людей, которые ведут за собой свою семью, свой клан, ну и, фактически, развитие нашего общества. Да, да. Николай Николаевич, и, так сказать, остался за кадром немножко вопрос о том, насколько, так сказать, является серьезным правонарушением наличие у такого прекрасного папуасского мужчины-любовницы. Есть ли вообще понятие такое в папуасском обществе? Но, может быть, на следующую нашу встречу как раз перенесем. Николай Николаевич Миклух-Маклай, основатель директора фонда, директор фонда имени Миклух-Маклая, в нашем цикле «Племя незнакомое». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Миклух-Маклая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова